Добрый день! Я хочу показать, как работает мой скрипт по установке модуса автоматом. Итак, я написал его на башскрипте. Он завяжет у меня с этой папочки. И вот запускающийся файл. Сейчас посмотрим. Он у меня местами на русском, местами на английском. Так, наши почтовые ящики. Это дает дополнение, функции. Так, сейчас вам покажем, как это работает. Заходим через путь. Набираем, например, модекс. Вот вышла справка по работе с нашим скриптом. Итак, обязательным параметром здесь является опция, например, добавить новый сайт. Как он работает? Давайте посмотрим. Итак, у нас есть сборка сайта для новых клиентов. Называется prm.ru. Пока она тестовая, мы ее копируем, например, на новый проект. То есть заказали у нас новый сайт, и мы хотим быстренько туда закинуть. Из нашей сборки, которая расположена приемом .ru. Из новый домен. Для этого переходим в PSH. Сюда пишем в модекс. А, и, например, тестер 5.7.ru. Может быть любой домен. И сейчас, сейчас мы запускаем наш скрипт. Он находит, где лежит, будет лежать новый сайт. То есть он находит его визера. Визер должен быть заранее создан в панели. В будущем можно будет сделать скрипт, который будет сам задавать визеру. Визер создан уже панель вручную. То есть у меня есть путь. Он правильный. Все. Окей. Название новой базы данных. Так. Копируем из PSH.ru. Можно указать любой другой сайт на вашем хостинге. По умолчанию будет yes. Нажимаем любую клавишу. Вот что произошло. Тут у меня скудный комментарий. То есть мы меняем в конфиге старом на новые значения. То есть мы сгенерировали новый пароль. Взяли визера новый вузер. Вместо admin стал тестер 5. Вместо spesn был тестер 5 опять. Так. Сделали dump базы старой. Потом создали новую базу для тестера. Назначили владельцами. Так. Вот нам статус пишет, что новая база данных уже есть такая. И перед этим ее надо удалить. Удалили мы его. Теперь создаем новую с новыми правами. С новыми пользователями. Так. А теперь импортируем из бэкапа в новую базу данных. Потом не удаляем старую базу. Потому что нужно заданную опцию не удалять. Можно удалять. Потом в базе данных мы проставляем опции для того, чтобы заменить админовский пароль на новый. Ну и там мелкие фишки. Например. такие как. Нам надо в базе данных проставить какие-то новые значения по умолчанию. То есть. Мы обновляем пароль для admin. Обновляем put для файлов менеджера put. И создаем еще пароль для менеджера. Так. Очищаем логин. Можно добавить любой другой запрос. Эту часть скрипта я взял у Безумкина. То есть. С него в принципе и началось. Мои переделки под mod X ever. Потому что Reven нас не устраивает. Так. И все. Тут стандартный запрос к базе. То есть. Дальше. Что у нас произошло. Вот. Выставили справа. Патчмод. Окей. Так. Файл. Вот. Таким образом. Я выставляю права. 777 на нужные папки. Удаляем в кэше. PHP. Потому что вирусы туда залазили. Ну там много куда залазили. Так. На все папки ставим 755. На все файлы есть 4.4. Кроме этих папок. И дальше у нас все, пришло уведомление на почту, что создан новый сайт. Так, кратко. Теперь мы проходим по ссылке встав. Почему-то ошибки справа, они есть в кэше, надо будет справиться. Так, вот, теперь у нас новые данные берем. Вот стоит точная копия сайта Firm.ru на поддомене T-стройка Firm.ru. Все работает. Установка, в принципе, несложная. Есть опция еще также Update. Это нам нужно было, когда мы меняли старые клиентские сайты. Например, версия Modx была 1.02, 1.03, 1.04, 1.08. Потому что были проблемы с безопасностью, вирус нас атаковали. Мы делали так. Выбираешь сайт, на котором хочешь обновить зажог. Например, тестер 5GD. Нет, давайте тестер. Ну, давайте тестер. Вот нас спрашивают. Обновить. Все правильно, идти правильно. Нажимаем есть. Проверяем антивирсы, на всякий случай. Здесь похожие функции, то есть он меняет старые и неправильные, если, например, были заданы некрасивые названия юзеров, то есть до этого стояли там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то он поменяет их на название домена. Так, создался дамп базы, он вложится в Stencil папку, на всякий случай. Так, база данных новая пересоздана, антивирусом ничего не найдено, удалили на всякий случай PHP файлы в папке cache, так, так, все стоит, да? Ну, то есть то же самое, просто пройти установку, апдейт сделать. Вот, у нас все пути уже выставлены, то есть наш скрипт сразу поменял права пользователя, все, вот, смотрите. Все, без проблем обновились. Теперь у нас уже новый логом порой. Вот, сохраняем. Здесь уже обминка изменилась, потому что, если до этого мы использовали сборку Дмитрия на первом и ее модифицировали, то сейчас просто берется из папочки. 1.08 – стандартная сборка. То есть для обновления мы используем стандартную, потому что у Дмитрия слишком много custom-хаков, которые не подходят для всех сайтов. Их только для новых используем. Ну и вот, посмотрим. Здесь мы настроили немножко чанки. Вот таким образом ставится быстренько модекс и обновляется. Также в планах еще не доделаны. То есть вот здесь ждет, пока я удалю инстал. Ну, установлю. Удалю. В планах также используют с опцией C – это Create. То есть ICP-менеджер позволяет создавать нового пользователя, вводомены, сразу из консоли через их IP. То есть, например, для того, чтобы работать в базе данных, я тоже использую их IP. Вот он. Сейчас смотри. То есть строится такой запрос. Менеджер КТЛ к базе данных. Выбирается там база данных. То есть вот база данных удаляется, например, таким запросом. Ну и полно всяких функций, которые я еще планирую внедрить. Если этот скрипт сделать плагин для ICP-менеджеров можно было, чтобы сразу из отминки это составить. Так. И ждите, скоро выложу. Или как-то сперва посоветуем с ребятами. Доработаем до ума, а потом выложим. Спасибо. 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 Спасибо.